Цезарь, приветствую вас. Честь имею вам. Последний раз мы с вами общались на присяге Легиона, когда снимали документальный фильм «Крах диктатуры слова» о вашем подразделении. Скажите, вам удалось посмотреть фильм и, возможно, есть какие-то отзывы среди ваших коллег? Конечно, фильм мы посмотрели все, и нам очень понравилась ваша работа. Это действительно было сделано профессионально. Вам удалось передать мысли, настроение легионеров, их цели и задачи. Это самое важное, конечно. С точки зрения операторской работы фильм был снят прекрасно. И даже в отзывах, даже на ТикТоке, где идут короткие отрывочки под музыку, были комментарии наподобие «Найкращая присяга, яку я бачил». У вас действительно красивая присяга, она напоминает клятву Эфеба. Греческого юноши, который, достигая зрелости, приносил присягу своему городу, своему государству, что он будет защищать его, защищать его права и свободу. Вы знаете, что в социальных сетях этот фильм называют «Манифестом свободной России»? Вот таких откликов, отзывов я не видел, но надо всем понимать четко, что смена путинского режима может быть только вооруженным путем. Менять шило на мыло, там, Путина на условного пригожина, естественно, это было бы безумием, или на Гиркина, которые еще более бы радикализировали путинскую систему, и буквально как бешеные собаки начали вести тотальную войну. Мы же несем совсем другие ценности. Мы хотим принести свободу народам России, сделать так, чтобы русский человек и, скажем так, представители других народов России, они все были хозяевами на своей земле. Давайте мы с вами перейдем, скажем так, остановимся еще на нескольких вопросах о Легионе. Вот бойцы ЛСР перенимают опыт у ЧВК Академии, ранее Blackwater. Это одна из крупнейших частных военных компаний США. И вот как вы можете оценить уровень подготовки и сотрудничества? Скажем так, Пригожин, когда создавался у ЧВК, он как раз-таки косплеил Blackwater знаменитой Академии, потому что эти структуры, несмотря на то, что западные армейские структуры гораздо более эффективны, чем советские, они гораздо быстрее изучают опыт, быстро его внедряют, быстро проводят модернизацию вооружения, реформирование армии. Но в частной военной компании, поскольку эта структура набрана исключительно из профессионалов, профессионалов с большим очень опытом работы в горячих точках, профессионалов в области логистики, в области подготовки, все это позволяет поднять, конечно, такие структуры на более высокий уровень, даже по сравнению с высокими армейскими стандартами НАТО. И именно благодаря этому эти структуры получали многомиллиардные заказы и выполняли задачи там, где, скажем так, Министерство обороны США не хотело рисковать жизнями военных, но надо было выполнять определенную работу. Поэтому, естественно, что Академия, она себя зарекомендовала с самой лучшей стороны, и у них есть чем им поучиться. А насколько вырос уровень профессионализма Легиона, вот если сравнивать первые боевые выходы и вот сегодняшние операции? Значительно вырос. Если полтора года назад мы, большинство из нас, это люди гражданские, которые не держали в руках оружие, либо проходили службу в российской армии, которая, скажем так, больше занимается хозяйственно-бытовой деятельностью, нежели реальной боевой подготовкой. И мы все проходили хороший курс подготовки. Это базовый курс, который 2-3 месяца у нас длится. Дальше это специализация, будет это штурмовик, будет это оператор ГОПЛА, или будет это артиллерист. Уже мы проходили хорошую подготовку. Но, естественно, что год с лишним на фронте он добавил нам большое количество опыта. Этот опыт мы учитываем, систематизируем, перерабатываем, делимся друг с другом. И сейчас Легион представляет из себя очень высокопрофессиональное соединение. Вот касательно пополнения рядов Легиона, мы знаем, что запрос на вступление в Легион вырос, но мой вопрос следующий будет немного другого характера. Вам приходилось брать в плен граждан России? И как относятся к военнопленным бойцы Легиона Свободы России? Да, приходилось. В бою мы брали пленных как граждан России, так и граждан Украины. Это, скажем так, представители ДНР и ЛНР. У них вообще был шок культурный, потому что они-то граждане Украины, которые воюют против своей страны, а мы граждане России, которые ее защищают. Да, брали в плен, приходилось общаться. Но, в общем, если вы наблюдали разговоры Зулкина с военнопленными, то картина в среднем такая же. То есть это невнятное мычание. Человек не может объяснить, зачем он оказался на чужой земле. Следуют эти душесчипательные истории, что он записывался в повара-водителя, вообще обещали ему службу на границе с Украиной или вообще где-то в тылу и так далее. Вот случайно попал на фронт. Ну, все, ну, одинаково. Вот, люди необразованные, люди, которые питаются информационной жвачкой низкопробные, люди, которые верят, что тут нацисты, которые едят православных младенцев. Ну, вот, все в таких пляши. Ну, я не могу не спросить у вас, вот как бы вы могли оценить состояние армии РФ или настроя внутри армии? Скажем так, объективная реальность такова, что война перешла в позиционную фазу. Да, это, к сожалению, суровая правда. Если в начале года у нас были большие надежды на успешное контрнаступление, то теперь мы можем сказать смело, что война, к сожалению, перешла в затяжную фазу. Никуда от этого не денешься. Война перешла в фазу борьбы на истощение. Естественно, что у РФ ресурс колоссальный, он гораздо больше ресурсов, которым обладает Украина. Это и мобилизационный ресурс, который в 4-5 раз больше. Это огромные запасы техники на БХВТ, база хранения вооружения и техники. Но, опять-таки, способность российской армии вести боевые действия, она неплонно снижается. У них есть прорывы на отдельных направлениях, скажем так, успехи. И надо объективно сказать, что я прорыв имел в виду не на фронте, я имел в виду в военно-технической области. Они хорошо подтягивают БПЛА, очень хорошо подтягивают. Средства радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы они подтягивают. Вы знаете, что они начинают в гораздо больших масштабах уже производить эти шахеды и всю прочую дрянь, которая земной полетит на мирные украинские города. Они готовятся, они делают выводы и уроки. Точно так же Украина должна делать выводы и уроки, поскольку я гражданин России, я здесь не могу давать каких-то советов. Я могу дать только советы в политическом поле, в плане информационном. Но я думаю, это уже будет отдельный вопрос, который мы, возможно, позже обсудим. Так вот, противник, несмотря на то, что он имеет большие запасы вооружения и техники, он не может себе позволить очень быстро поставить их в строй. Фактически он занимается техноканнибализмом. То есть, чтобы из 10 танков с базы хранения поставить их в строй, ставится в строй, естественно, что не 10, там 5, 8, для этого какие-то запчасти выбираются из другой техники. Это все закономерный процесс. И скорость восстановления техники, она будет, естественно, постоянно снижаться. Вот при текущих темпах боевых действий, при текущих темпах потерь, которые несет российская армия, на 2-3-4 года техники мучают. Людей с такими темпами потерь, они могут, в принципе, воевать хоть 100 лет, скажем честно. Скажем честно, да, теряя по 200-300 тысяч человек в год, они могут постоянно держать под ружьем необходимое количество. Вопрос только в другом. Сколько граждан России будут это терпеть? Да, вопрос только в этом. Сколько нужно еще черных пакетов, которые придут в Россию, чтобы их сознание начало поворачиваться? При всем при этом, при том, что я понимаю, что картина отнюдь не розовая, отнюдь не радужная, например, у меня нет никаких абсолютно патнических настроений. Я прекрасно понимаю, чем эта война закончится, сколько бы она ни продолжалась. Это будет победа Украины, это будет крах путинского режима. И если раньше был возможен сценарий через победу Украины, крах путинского режима, то сейчас вполне актуальным становится сценарий через крах путинского режима победы Украины. Мы можем вспомнить в этой связи, история, кстати, очень любит повторяться. Она повторяется иногда с небольшими отклонениями, иногда почти полностью. Ну, как говорилось в Библии, нет ничего нового на белом свете. Вспомните Первую мировую войну 100-летней давности, когда царская Россия стояла на пороге победы. В 1917 году военная машина России, она уже набрала обороты, был устранен снарядный голод, было налажено производство вооружения, формы, всего необходимого для армии. Но германское правительство, поняв, что происходит, оно очень хорошо вложилось большевиков и другие левые партии. Они усилили пропаганду. Естественно, что большевики обманули русский народ, большевики обманули все народы России, они обещали равенство и братство, а принесли страшную тиранию, которая светлой видала. Но пропаганда большевиков была простая и ясная. Это была земля крестьянам, заводы рабочим, вода матросам. И, естественно, многие на это купились. Потому что гражданскую войну воевали белые и красные. И это не Троцкий с Лениным лично стреляли по белым. Это миллионы обманутых русских людей взяли в руки оружие в попытке построить то светлое будущее, которое им нарисовали. И сейчас мы должны донести до простого русского мужика, я это подчеркну, что это очень важно. Это абсолютно важно. Потому что, как мы видим сейчас, полтора года мы пытаемся сплотить российскую оппозицию, и ничего не получается. Они занимаются активно попилом грантов, они активно поливают грязью друг другу, они сидят в европейских кафе и уже чертят проекты, как они после Путина будут обустраивать Россию. То есть вся их деятельность, она контрпродуктивна абсолютно, и ничуть не помогает ни Украине, ни народу России. Но мы прекрасно понимаем, что если граждане России, простые граждане России, не те, кто семи пядей во лбу, не те, кто очень давно интересуется политикой, не те, кто в общем просто оппозиционно даже настроены, а когда простые граждане России увидят, что все сферы России прогнили, что все институты государственные разложились, и они требуют полной замены, тогда они поймут, что только Легион это та сила, которая может закончить эту ненужную войну, поменять власть и повести Россию по пути реформ к миру и процветанию. Ну вот касательно изменений внутри России, то все-таки в информационном поле мы видим некие изменения, вот даже взять к примеру, что россияне установили комплекс ПВО в Сочи, на пляже в Сочи, в районе Мамайки. Давайте так, что это значит, учитывая, что в близости находится резиденция Путина? Я сам сочинец, прожил там большую часть своей жизни, родные места, я уверен, что я еще вернусь на свою родину. Сначала с оружием в руках, потом уже, возможно, в каком-то другом качестве. Это значит, что наш противник вынужден тратить дополнительные военные ресурсы, в том числе системы ПВО, для прикрытия объектов управления, объектов военной и гражданской инфраструктуры. Потому что тот ракетный террор, который сейчас ведет Россия против Украины, он будет получать адекватное воздействие уже со стороны самих граждан России, которые внутри России проводят мероприятия по уничтожению военной инфраструктуры, по уничтожению военкоматов, путей снабжения России, и скармливания. Все это будет, естественно, набирать обороты. Вот после публикации нашего фильма «Крах диктатуры слова», мы в информационном поле, вот именно российском информационном поле, начали замечать такие новости о том, как люди хотят вступить в Легион. Если сегодня даже проскролить ленту РосСМИ, можно отметить частое задержание желающих вступить в Легион. Как вы считаете, вот в России начинается понемножку пробуждение, или это какие-то специальные вбросы ФСБ для отлова тех, кто действительно хочет что-то изменить? Иван, поймите, очень долго нас не замечала не российская оппозиция. Скажем так, сотрудники правоохранительных органов нас тоже очень долго старались не замечать, потому что любое упоминание нас привлекло бы внимания. И когда уже полгода назад или даже ранее игнорировать нас стало невозможно, они стали заниматься тем, что создавать фейковые телеграм-каналы, фейковые боты для записи в Легион. И, к сожалению, по неосторожности и по невнимательности многие наши сограждане на эту уловку попались. Ну вот, продолжая тему, вот то, что вы сказали, что, ну, это действительно так, что о Легионе Свободы России уже больше не могут молчать в РосСМИ, сейчас даже интересную информацию высказывает и российская пропаганда. Вот, один из недавних экспертов по телевидению РФ заявил, что Россия не может конкурировать с ЕС и НАТО в вопросе пользы для Украины, и вот, что Россия может дать Украине только бедность. Что вы думаете на этот счет? А на этот счет Иван Практика все показала, практика все показала. В 14-м году Стрелков и компания начали переход русского мира на Донбасс. Вот, пришел туда русский мир. И мы все прекрасно видим, как за 10 лет изменился Донбасс. Он стал абсолютно убыточным, убогим, криминальным. Это просто ужас, что там творилось. Многие граждане Украины были вынуждены покинуть его. И многие воины украинские это как раз такие жители Донбасса, которые хотят с оружием в руках освободить свою родину. Вот и все, что принес русский мир по факту за 10 лет только разруха и нищета. Я часто бываю на фронте при фронтовых участках, и я вижу только следы огромных разрушений и бедствий. И даже та территория, которая уже была деоккупирована, мы не видим, что русский мир туда что-то даже демонстративно принес хорошее или полезное. Все, что не могут, это воровать и распиливать. Все. Вот я вспоминал о резиденции Путина, вот хочу немножечко остановиться еще на этом персонаже. Вот Путин объявил о своей кандидатуре в президенты РФ. Вот начинается сейчас интенсивная политическая кампания с целью подогрева интереса народа к выборам. Разведка указывает, что Путин избегает обсуждения СВО и активно демонстрирует свою положительную сторону. Взять даже, например, недавнее интервью, которое нашумело Собчак и Моргенштерна. Вот скорее всего оно заказано Кремлем для формирования хорошего впечатления, смотрите, вот они критиковали Путина, а потом что? Потом назад попросились, но они осознали свою ошибку. Значит, Путин все-таки в какой-то мере прав. вот как вообще Путин собирается подготовить народ к выборам? У меня простой риторический вопрос, Иван. Разве Моргенштерн или Собчак представляют русский народ? Разве они представляют гражданское общество в России? Нет. вот мы с побратимами представляем русский народ, другие коренные народы России, у нас многонациональное подразделение, подразделение, в котором люди разных политических взглядов, и все мы пришли к одному очень простому выводу. Изменения в России невозможны без силы оружия. Все очень просто. Ходячий полутруп Путин, да, о котором уже так много слухов ходит о том, что он умер, что он уже там где-то в холодильнике на Валдаве вместе с картофелем и морковью лежит. Ну, это уже, скажем так, не смешно. Он уже издыхает. Все его окружение это такие же старые коммуняки, как он сам. Они все выходцы из партийной номенклатуры. Комсомольские партийные вожаки, которые что тогда обманывали народы России, что сейчас продолжают это обманывать. Он 25 лет руля. К чему он привел в страну? К чему он привел в страну? Нищета, пьянство, наркомания, криминал, этнические банды, полное отсутствие прав и свобод у граждан. Назовите мне хоть одну сферу, где в России что-то хорошо. Нигде и ничего. Поэтому я думаю, что результаты выборов будут естественно нарисованы. Естественно, будет как-то формально проведена кампания предвыборная, будет проведена агитация за Путина и других каких-то кандидатов, которые будут изображать оппозиционного кандидата. Но любую участие в этих псевдовыборах, которому, к сожалению, призывает часть российской оппозиции, оно их только легитимизирует. В этом фарсе нельзя принимать участие. Сейчас единственный выбор, который может быть у настоящего русского патриота, это 5.45 или 7.62. Это поле для дискуссии открыто. Вот, касательно того, что вы указали, что Путин доживает, скажем так. Если чисто теоретически представить, что Путин в ближайшие дни умрет, изменила бы смерть Путина ход войны? Я думаю, что да. В конце концов, единственным бенефициаром изначально нападения полномасштабного на Украину был именно Путин. Потому что, вы, надеюсь, видели все те бледные лица и трясущегося от страха главу службы внешней разведки России. Они же все прекрасно понимали, что они подписывают себе приговор. Все они тряслись от страха, а он собрал их для того, чтобы обмазать кровью и переложить на них вину. Он зачистил все политическое пространство. Вокруг себя он собрал холуев и дегенератов, которые не имеют силы воли, смелости и ума сказать ему в лицо о всех его недостатках, о его способе управления. Соответственно, если даже он умрет, скажем так, система посыпется. Но в свое время академик Мичурин, который занимался селекцией, он сказал фразу, которая очень свойственна советскому времени, где человек считал себя хозяином, повелителем мира и природы. Он сказал, наша задача не ждать милости от природы, взять их наша задача. Так вот, наша задача не ждать смерти Путина, а скинуть этого тирана с трона и притащить его в гангский трибунал. Если он помрет до того, как легион дойдет до Москвы, мы не будем против. Если выживет, попадет под сон. Если скажем так, он умрет, а его комариля подхватит его знамя и будет продолжать эту бессмысленную войну, они последуют скажем так, по тому же пути, их будет ждать та же самая участь. Скажем так, хороший туз в рукаве у Путина является на сегодняшний момент пропаганда. Россия в прошлом году потратила на пропаганду приблизительно 2 миллиарда долларов. Как вы считаете, какой будет пропаганда после нашей победы и как изменится риторика пропагандистов? Все пропагандисты очень любят вспоминать Сталин. Они очень любят говорить о том, как враги народа вкалывали на великих стройках империи, восстанавливая народное хозяйство. Вот все то, что они говорят, оно будет применено к ним. Они поедут восстанавливать экономику разрушенной Путиным России далеко и надолго. Потому что именно на этих людоедах лежит главная вина за то, что народ одурачен и он пошел убивать и грабить своих соседей. Пропаганда будет, если вы знаете, в нацистской Германии после окончания войны, немцев, нацистов, их сторонников, приспешников насильно водили, показывали им концлагеря, показывали им могилы замученных жертв. и водили в кино для того, чтобы их разомбировать. И, кстати, далеко не все этой разомбировки поддавались. Кто-то еще до конца своих дней верил в величие фюрера, в то, что его идеи были благими и жертвы не напрасными. Но я хочу вам сказать, что народ России уже начинает уставать от пропаганды. Пропаганда, понимаете, она требует все время поднятия градуса накала. Это невозможно. Даже если идут какие-то поводы, например, после открывшегося откровенно Россия открыла второй фронт в секторе газа, мы прекрасно знаем, что путинские уши оттуда торчат. Попыталась туда переключить внимание, но все это не увеличивает количество его сторонников. Совсем недавние опросы показывают уже то, что 70% опрошенных в России хотят прекращение войны. Вопрос в другом, на каких условиях это будет сделано. Но уже 70% поняли, что эта война им не нужна. И дальше эта цифра будет только расти. И будет расти количество как просто наших сторонников, так и тех соратников, которые встают в наш строй здесь, в Украине, либо внутри России присоединяются к нашей борьбе. Вот вы вспомнили об Израиле. вот сейчас все больше политиков и мировых лидеров заявляют, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Господин Пенковский уже какое-то время говорит, что сейчас уже проходит Четвертая мировая. Но от военных практически размышлений на эту тему нет. Вот что лично вы думаете по этому поводу? Я очень не хочу сгущать краски, но я хочу вам сказать, что мир еще, к сожалению, ждет большие вооруженности будут. Это еще и худеет. Сейчас произошло такое историческое событие, это встреча Байдена и Си Цзиньпиня. Это действительно историческое событие. Насколько эта встреча негативна для сегодняшней России и насколько это плачевна для самого Путина? Сегодня Россия, надо признать честно, фактически стала вассалом Китая. Путин там себя сравнил с Александром Невским, который приползал к хану за ярлыком на княжение. Ну вот Путин теперь на себя эту роль примерил. То есть согнув свою шею, он приползает к Си просить подачу. Вот и вся его роль. Он очень долго рисовал себя великим геополитиком, а по факту оказался марионеткой в китайских руках. Визит Байдена может сильно ограничить желание Китая помогать Путину подпитывать его вооруженную агрессию. В одном из интервью вы говорили, что дойти до Москвы не так уж и сложно, как кажется. Вот в связи с последними событиями и возможной смертью определенных фигур в России станет ли этот путь еще легче и ближе? Однозначно да. Однозначно действия пригожен показали, что система Путина похожа на карточный домик, один сильный удар и все сыпется. Однозначно, что нет людей, которые сейчас готовы внутри России выйти, грудью стать на его защиту. Их просто нет. Большинство тех, кто сейчас воюет со стороны России, это либо насильно мобилизованные, либо разная шушера, которая решает свои шкурные интересы. То есть просто поехала за длинным рублем в надежде, что она как-то уцелеет, обогатится и вернется обратно. Эти надежды уже рассеяны. Руководство российской армии четко сказало, что воевать они будут все до последнего. Даже те, кто подписывал контракты, ехал туда добровольно и так далее, до полной утилизации. Поэтому им стоит призадуматься. Может быть надо повернуть штыки на Кремль и закончить эту войну там. Ну вот если брать во внимание вот эту новость с ПВО, если брать во внимание то, что теперь о Легионе Свободы России больше не могут молчать в российских СМИ, вы ощущаете, что Путин и его окружения по-настоящему боятся вас? И влияет ли это как-то на работу Легиона? Мы изначально принимали и продолжаем принимать очень серьезные меры по безопасности нашего подразделения. У нас очень мало кадров боевой работы. Мы бережем те локации, где мы находимся, не выкладываем, чтобы это нельзя было узнать. Поэтому мы прекрасно понимаем, что мы для Путина враг и мишень номер один. Мы прекрасно понимаем, потому что у нас заявлены, скажем так, очень большие политические цели, очень серьезные, потому что мы понимаем, что никто кроме нас не сможет вернуться в Россию и силой оружия навести порядок и справедливость. Есть еще такой момент, который хочу с вами обсудить. В недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского он сказал, что Россия может создать новые кризисы на Балканах и в Молдове, чтобы отвлечь мир от войны в Украине. На что еще может пойти Путин или в каких соседних регионах может возрастать нестабильные ситуации, по вашему мнению? Начнем с того, что ситуация сама внутри России потихонечку теряет стабильность и будет терять стабильность и дальше. Вы видели эти веселые погромчики в Махачкале? Вы понимаете, к чему это ведет? То есть там уже достаточно радикальных элементов и при малейшей искре внешне или внутренне это все может заполыхать. Конечно, РФ сама пытается где-то раздуть пожар на тех же самых Балканах или Приднестровье, но раздувать это в условиях, когда российская армия уже уверенно катится под горку, это очень сомнительная задача и не думаю, что кто-то из сторонников России на Балканах или в Приднестровье будет серьезно верить в ее успех. Попытка не пытка, как говорится, но я сомневаюсь, что на фоне событий в Украине, в Израиле мировое сообщество позволит этим планам осуществиться полос. Но вот теза, что если Украина проиграет, то Путин не остановится и пойдет дальше. Вот касательно всех этих событий на сегодняшний момент, насколько эта теза, она реальна? Она абсолютно реальна. Она абсолютно была и полтора года назад, и сейчас она абсолютно реальна. Если этого людоеда не остановить, он пойдет и дальше, пытаясь восстановить границы сначала Советского Союза, потом Варшавского договора, он в этом плане действительно сошел с ума полностью. Действительно полностью сошел с ума, поскольку он всю свою жизнь воровал и доворовался до такой степени и собрал вокруг себя таких, подпевал, которые постоянно ему 20 лет рассказывали о его гениальности, величии, что он очень сильно в себя поверил и решил, что он сможет стать Владимиром Красное Солнышко номер два, собирателем земель русских. Вот и все. Поэтому, если Украина сейчас своей кровью оплачивает свободу Европы, и огромная благодарность тем странам, это в первую очередь я подчеркнул, кто нас сейчас лучше всего понимает, это страны Балтии и Польши, которые прекрасно понимают, с чем они столкнутся, с тем же, с чем они столкнулись в 1939-1940 году, с оккупацией, с истреблением всего лучшего, что в этих странах есть. Поэтому они прекрасно понимают, что лучше передать технику вооружения Украине сейчас, нежели потом воевать, защищаться на своей земле. Более того, я хочу вам сказать, что когда война закончится, победа Украины, а это только вопрос времени, пусть это не будет быстро, Украина может стать, скажем так, экспортером безопасности в Европе. Это та функция, которую сейчас ни одна европейская страна выполнить не может. А вот Украина, обладая мощной, большой армией, обладающая богатейшим боевым опытом, она может как раз таки быть гарантом стабильности в Европе, если она будет членом НАТО и членом ЕС. Хочу еще с вами вернуться к вопросу пополнения в ряды ЛСР. Касательно рекрутинга, вот многие бойцы заявляли, что они отправляли заявку в Telegram-бот и в течение нескольких месяцев им приходил ответ. Насколько сложно проводить именно проверку? Ведь может быть риск, что в Легион захотят вступить специальные наемники или агенты, ярые фанаты Путина? Естественно, такой риск есть. Естественно, что таких агентов неоднократно отлавливали на разных этапах. Наша служба безопасности работает очень серьезно, но пока случаев инфильтрации агентов не было. Потому что если бы они были, мы, наверное, уже понесли бы очень серьезные потери. А что бы вы хотели сказать потенциальным рекрутам, которые еще сомневаются? Я бы хотел сказать следующее. Мужчины, если вы мужчины, конечно, каждый день путинская орда убивает мирных жителей Украины. Каждый день. Это не метафора, это страшная правда. Прилетают ракеты, прилетают снаряды, убивают детишек, убивают женщин, убивают стариков. Каждый день погибают украинские мужчины, сыновья, мужья, отцы погибают для того, чтобы скорее закончить эту войну. Если вы чего-то ждете, если вы ждете в России, если у вас нет возможности выехать за рубеж и присоединиться к нам здесь, вступайте во внутреннее сопротивление, организуйте диверсии, организуйте агитацию и пропаганду. Если вы находитесь в Европе, тепло устроились и ждете, когда все это закончится, чтобы вернуться в Россию, оно может закончиться наскоро, если вы будете так сидеть и ждать. И помните, что кровь невинных украинцев будет и на вашей совести, на совести тех, кто не нашел себе мужества пойти и закрыть их свои греби, отстоять Украину и освободить Россию. Что в ближайшем времени мы можем услышать о легионе свободы России? Можем. Что-то позитивное и хорошее? Обязательно. Благодарю, Цезарь, что присоединились к нам, что уделили нам время, и мы будем с нетерпением наблюдать и ждать эксклюзивных новостей от легиона свободы России. Иван, благодарю вас. Чести моего. Редактор субтитров